В этом эпизоде упоминаются иноагенты Юрий Дудь, Елизавета Осетинская, Михаил Ходорковский. Привет, друзья, я Ирина Петровская, моя рубрика «Смотри в оба» и колонка под заголовком «Дудь, Кузнецов и фантастические твари». Название голливудского фильма «Фантастические твари» Юрий Дудь вынес в заголовок своего нового выпуска. Если совсем точно, первое слово на букву «В» из пяти букв, запрещенное в России, и «фантастические твари». Без кавычек. Понимаете, как хотите. Хотя есть и прямое толкование. Герой выпуска актер Александр Кузнецов сыграл в этом фильме одну из ролей. Чей актер? Российский? Украинский? В том-то и дело, что и российский, и украинский. Родился и большую часть жизни. Прожил в Крыму тогда украинском. 21 год поступил в московский ГИТИС. Получил российское гражданство, сохранив и украинское. Папа русский, мама украинка. Папа за Россию, мама в шоке. А как быть ему? Разорваться между странами, которые он одинаково любит? Выбирать между родителями, кто дороже? Упаси Господи от такого выбора и от абсолютно библейского, как он сам говорит, сюжета, внутри которого оказался совсем молодой человек. Кузнецову всего 30. Такой стремительной актерской карьере мог бы позавидовать любой. Его рано заметили самые видные режиссеры России. На перебой приглашали сниматься. Потом случилось вообще непредставимое. Голливуд и роль в фантастических тварях. Съемки закончились в феврале прошлого года. Кузнецов рассказывает Дудю, это казалось волшебным сном. 24 февраля 2022 года все обрушилось. Роковое известие застало его по пути на съемки фильма «За нас с вами». В 7 утра позвонил подруга с Украины. Не просто не поверил, был абсолютно уверен, что этого не может быть. Когда доехал, понял – может. Режиссер фильма Андрей Сергеевич Смирнов, создатель легендарного белорусского вокзала, закрыл в своем вагончике и долго сидел там один. Все за него боялись. После обеда все-таки что-то отсняли. Мартий Александр уехал. Потом вернулся, чтобы закончить незавершенную работу и никого не подвезти под монастырь. Все это время ему было тошно в прямом смысле слова. Думал, что он через проблемы со здоровьем, а оказалось это сопротивление организма, его реакция на стресс и неспособность осознать, что все происходящее – нереальная явь. 21 сентября уехал совсем. Ну, то есть как совсем. Он и раньше надолго уезжал, а вообще мечтал и мечтает быть свободным гражданином мира. «Я не ощущаю Украину родиной или Россию родиной», – говорит в интервью Додил. «Я люблю Россию и очень люблю Украину. Родина для меня там, где люди, к которым я привязан. Но я оставаться больше не мог. И мог делать вид, что ничего не происходит. Не мог, как ни в чем не бывало, продолжать сниматься. Не мог молчать. Я не хочу свою единственную жизнь провести так, чтобы мой мозг медленно гнил и умирал от того, что какие-то люди решили за меня, что мне говорить и что думать». Но по громконтроле актер предъявил бумагу с приглашением на съемки. Честно признался Дудю, состряпал ее сам, узнав, что режиссер Сарик Андреасян снимает в Ереване сериал. Даже поставил липовую печать. А что ему было делать? Становиться под ружье? Идти стрелять в свою украинскую родню? Или наоборот? Всюду клин. Дальше интересно. Сарик Андреасян сразу после выхода интервью оперативно отреагировал на слова Кузнецова. «Хочу официально сказать от лица нашей компании, от себя лично, что мы никакого отношения к этому не имеем. Мы даже не знакомы с Александром. Это абсолютно его собственный креатив и нарушение закона». Кузнецов же и так признался. Никаких съемок у Андреасяна запланировано не было. Охранную грамоту он себе выписывал сам. Но береженого полупережет. Вот Андреасян на всякий случай и поберегся. Знамение времени. И, конечно, мгновенно пошел войн на болотах. То есть в патриотическом сегменте Ютьюба. Там Юрий Дудь в принципе источник неизбывной ненависти. Они к нему такую неприязнь испытывать. Кушать не могут, как говорил один из героев фильма «Мимино». Его популярность, миллионные просмотры, полные безразличия к ярлыкам оскорблений не дают им спокойно дышать. На Ютьюб-канале «Абзац» и «Уыху» два пожилых и с виду респектабельных господина, Михаил Шахназаров и Александр Карлов, целых 20 минут упражнялись в словоблудии. На все лады склоняют Дудя и его герои. Знаешь, Дудь подздал. Подздал Дудь. Давайте все вместе. Подздал Дудь. Это глобал. Восторженная публика в комментариях. Жил включился в этот конкурс веселых и находчивых, оригинально рифмуя. Дудь вот, Дудю в Дудь. Вслед за тем Шахназаров в прошлом рижане, на те же, говорят, писатель, закрепившийся за ним в литературных кругах кличка и гомофоб, жирно намекнул на сексуальную ориентацию упомянутых персонажей как на дополнительный неприглядный штрих к их портретам. А затем уже оба ведущих взялись за Кузнецова-предателя и неблагодарную, фантастическую, с большой буквы «ф» «тварь». Без кавыча. Припомним ему, что рекламный постель фильма «Сердце Парма» с фотографией артиста появились на российских улицах как раз в дни, когда он уезжал из страны. Деньги за сердце Парма вы, Александр, получили. Как бы поступил честный человек, он бы заявил, я против того, чтобы сердце Парма шло на экранах нашей страны. В следующем своем эфире Шахназаров вернулся к этому интервью и с удовлетворением констатировал. Ветераны России попросили Следственный комитет проверить высказывания Кузнецова, в которых они обнаружили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичные действия, направленные на дискредитацию армии. Новая порция гомофобных выпадов Шахназарова уже не только в адрес Кузнецова, но и целого гугл-центра, где он операл, органично дополнила патриотические пары «бдительных ветеранов». Фантастические твари, без кавычек, тоже фигурировали в ёрнических речах Шахназарова. Богатый образ, отчего бы не позаимствовать, пусть даже и у Дудя. Позаимствуем мы и тоже, без кавычек. На этой неделе я рекомендую вам посмотреть лучшие, с моей точки зрения, выпуски на Ютьюбе. Новые выпуски Юрия Дудя и ссылка на него, тот самый выпуск, о котором я рассказываю в своей колонке, снимался в Португалии. Герой – молодой актер Александр Кузнецов. После 24 февраля 2022 года его жизнь, как и жизнь многих других людей, разделилась на «до» и «после». Ютьюб-канал «Новая газета Европа». Гость нового выпуска подкаста «Поживём» увидим моего ведущей Надежды Юровой, российский актер Анатолий Белый. Его жизнь тоже разделилась на «до» и «после». Полгода назад переехал в Израиль, покинув МХТ имени Чехова. Вопреки злорадным прогнозам недоброжелателей, много работает, ездит на гастроли, учит иврит, строит планы на будущее. Редакция, контекст, актуальный выпуск, ГААГа. Журналист Илья Егоров разбирается в том, что такое Международный уголовный суд ГААГИ, кто уполномочил его выдавать ордера на арест глав государств и других государственных деятелей, и каковы реальные последствия от выдачи таких ордеров. Специальный репортаж YouTube-канала «Ходорковский лайф» «Вот без Родины». Автор Анастасия Изюмская собрала истории россиян, которых спецоперация разбросала по всему свету. Теперь они осваивают новую жизнь в США, Латвии, Армении, Казахстане. Новый выпуск YouTube-канала «Русские норм». Герой Елизаветы Осетинской – Максим Журила. Предприниматель и основатель циклических видов спорта «Айлав суперспорт» и соревнований по триатлону «Айрон Стар». Ему удалось вовлечь занятия спортом 100 тысяч человек и построить прибыльный бизнес в 40 городах и 7 странах мира. Невероятный бизнес-проект и интереснейший герой. Уж на что лично я далека от спорта. Спасибо за внимание. С вами была Ирина Петровская. Читайте, слушайте, смотрите и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok